Евреи чувствуют себя в России однозначно хорошо, благодаря двум факторам. Первый — это очень разумная и грамотная политика государства сегодня в России, когда у нас есть полное, свободное вероисповедание. У нас есть возможность быть собой, соблюдать свои традиции, строить свои храмы. Однозначно это заслуга государства и правительства. Ну и, конечно, евреи себя хорошо чувствуют сегодня хорошо, благодаря мудрому руководству самой еврейской общины в России, о том, что выделяются средства для развития еврейской жизни, строятся синагоги, делается много разных молодежных программ и вообще программ, ориентированных на самые разные слои населения. То есть это программы для бизнесменов, программы для молодежи, программы для женщин, программы для пожилых людей. Практически нет ни одного человека, который мог бы сказать, что для него нет программы сегодня в еврейской общении. Я часто общаюсь с людьми, которые имеют большие деньги, иногда и даже очень большие деньги. Можно ли их назвать счастливыми? Точно нет. Потому что в основном я наблюдаю погоню за какими-то новыми материальными благами, и что если у человека есть миллион, он хочет два, если у него хочет три, он хочет десять. И это уже начинается такая погоня, игра, за которую полностью теряется его свободное время обычно, и его семья, и прочее. Да и вообще не всегда это хорошо заканчивается. Поэтому однозначно не в деньгах счастья. Идея возникла естественным образом. Скажем так, у нас в общении многие вещи происходят естественным образом. То есть я считаю, что сейчас настало время, когда любая община, любая конфессия, она должна создавать какие-то новые продукты, которые были бы привлекательны светскому человеку, далекому от каких-то религий, традиций и так далее. И объединение по принципу, по интересу бизнеса вообще в целом, оно безусловно привлекательное. Для, опять же, на мой взгляд, любой конфессии. И когда мы решили эту идею попробовать реализовать еврейское общение, она достаточно быстро стала развиваться и успешно работает по сей день. Потому что есть, по всей стране есть еврейские общины, вокруг этих общин есть бизнесмены, спонсоры, люди, которые какое-то активное участие принимают в этой жизни общины. И когда мы говорим, что вот теперь есть площадка, где любой бизнесмен еврейского происхождения, или, может быть, даже нееврейского происхождения, ну, как-то симпатизирующий еврейской идеи, может к нам прийти, получить необходимый контакт или обратиться за помощью в решении делового вопроса, или как-то начать помогать еврейской общине, и, возможно, даже приблизиться немножко к культуре и традиции, то это получается интересный продукт сам по себе. И он работает. Однозначно работает. Вот так возникла идея, и на практике она реализовывается. Сейчас, на мой взгляд, самое время создавать деловые сообщества на основе каких-то конфессий. То есть есть деловые сообщества, принцип объединения которых – это какие-то увлечения. Но когда мы говорим о религии, культуре и традиции, это очень глобальные вещи, которые несут за собой колоссальную философию и образ жизни, и практически весь уклад жизни. И поэтому на основе этих вещей строить деловое сообщество, на мой взгляд, эффективнее, чем на основе просто увлечений. Это очень классная форма межнационального диалога на основе бизнеса. Это реальный работающий инструмент диалога, в отличие от других форм, которые не всегда как-то очевидно, понятны, по крайней мере, мне. Есть разные категории бомжей. Если это философия, образ жизни, ну, такой вот, да, образ жизни в плане… ему так комфортно. Я просто… Мне кажется, я, к сожалению, не так часто общался с этими людьми, но мне кажется, что многие из них осознанно выбирают такой способ существования. Если им это так комфортно, без проблем. Главное, чтобы это не мешало окружающим людям. Вот. Если же человек вынужден попал в такие ситуации, то это не очень хорошо, и общество должно способствовать и помогать ему восстановить как-то свой социальный статус. В материальном аспекте мне бы хотелось развить еврейское деловое сообщество более масштабно, наверное, даже не только в рамках России. А что касается в личном плане, мне бы хотелось иметь много детей и счастливую семью. Что касается в духовном плане, мне бы хотелось больше погрузиться в свою религию и культуру, историю. Это очень интересно, это дает силы жить, дает смысл жить и понимание, зачем это делать. Я вообще живу четко по инструкции. Я многие вещи делаю, не понимая зачем, честно скажу. Я женился, не понимая, зачем я хочу жениться. На тот момент у меня не было потребности жениться. Я не понимал, что мне надо жениться. Точнее, я понимал, что мне надо жениться, но не могу сказать, что ментально к этому был готов. Это вгоняет, безусловно, в рамки, но именно эти рамки впоследствии правильно выстраивают жизнь. Сейчас я понимаю, что это было правильно, я не потратил время зря. То, что я тогда женился, сейчас я понимаю, что это правильно. Но тогда я это не понимал. И многие вещи, человек, который вырос в светской среде, не понимает их смысла, потому что он логически пытается на них ответить. А на многие вещи сложно ответить логически, в силу возраста человек не понимает. А на некоторые невозможно ответить логически. Но они, по своей сути, являются эффективными. Он должен в определенном периоде времени, он должен соответствовать своему возрасту и должен делать определенные вещи в соответствии с своим возрастом. И чем раньше он будет делать то, что он должен делать, тем счастливее он будет. Корень счастья в правильных действиях, которые были вовремя сделаны. Потом это делать тяжелее. Дружба – это общие интересы. Раз. Это доверие. Два. И, наверное, количество времени, проведенного вместе. Вот я бы выделил вот этот критерий дружбы. Есть друзья из детства. Еще есть другая такая история. Не знаю, как у других, но у меня с течением жизни, как только меняется моя сфера интересов, меняются обычные друзья. Вот. Так вот происходит. Это не значит, что я перестал доверять своим прошлым друзьям, с которыми раньше много проводил время. Просто я начинаю проводить с ними времени меньше. Сила в победе над эго. Самая основная беда и проблема в том, что, чтобы кого-то простить, необходимо уязвить свои эмоции, обиды во имя какой-то более высокой глобальной идеи. Это, кстати, очень классная штука. Прощать. Это... Прощают сильные. Поэтому в этом есть сила. Это то, как удивительным образом работают законы, которые написаны в святых книгах. Для меня это... Я поражаюсь постоянно от этого. К примеру, есть закон о том... Ну, не закон, а правило, что когда ты... В семье рождается ребенок, у него увеличивается достаток. Прямо так написано. Что, там, за каждого ребенка, который родится, там, Всевышний дает, там, мешок золота. Вот. Или есть закон о том, что... Человек, который начинает заниматься благотворительностью, никогда не будет бедный. Прямо так написано. То есть... Даже знаешь, что написано? Что... Есть законы, которые... Вообще Всевышний запрещает проверять. То есть, как бы, ты либо веришь, либо нет. Вот есть закон, который говорит о том, что проверяйте меня. Вот прямо не верите, что это работает? Потестируйте. Это закон благотворительности. О том, что человек, который будет давать пожертвования на добрые дела, он точно, во-первых, не станет беднее, а, во-вторых, станет богаче. Это удивительно. Это не вписывается в логические рамки. Это непонятно. Но это действительно работает. Я сам на себе это тестирую. Да и он уже даже не тестирует. Я вижу, что это работает. У любой заповеди, у нее есть уровень исполнения. Вообще. Изначально. Вот есть люди, которые дают пожертвования, чтобы их большая табличка висела на списке доски спонсоров. Хорошо это или плохо? Возникает честный вопрос. С одной стороны, ну, это вроде как эгоизм. Он платит, во-первых, не на там благотворительный проект. У него мотивация. А мотивация, чтобы его фамилия висела. Но все равно его деньги, которые он дает, они реально делают доброе дело. Они реально помогают людям. И это реально все-таки заповедь. Да, самый высокий уровень благотворительности считается, когда человек дает анонимно. Что никто не знает, что он дал. Но сам факт, что он уже начинает делать доброе дело, это большой шаг вперед. И когда он начнет это делать, и почувствует наслаждение от того, что он увидит, как он помог, что этим людям стало лучше, он получит от них теплоту и энергию в ответ, то, несомненно, делая шаг, ты автоматически хочешь еще подняться выше, сделать еще какой-то шаг, вырасти еще. И когда ты начинаешь расти внутри какой-то заповеди, ты получаешь больше энергии, больше наслаждения. И 100% это шаг на сторону, шаг в сторону добрых дел не исказит суть доброго дела, а лишь только приблизит тебя к нему. Поэтому не исказит.